спускался проломлен сейчас я быстро туда схожу похоже нам придется знать с тобой это видео резать на несколько частей а то его никто смотреть не будет я блин знаю смотрит но я же вижу кто сколько смотрит там же показывает интервал просмотра видео редкое видео которое длинное просматриваются целиком что мы тут имеем имеем кучу какой-то резины и вход в какой-то подвал может карцер какой был может они здесь пиздили кого ну да сашка прав смотреть тут особо нечего сами видеть вот как то мы идем туда так до взросло все мощно них тут на таких знаешь столбах электричество был нормально интересно каком году здесь все разворовали ну пойдем с той стороны без разницы нам без разницы значит какое здание такое массивно вроде как бы чё есть а галоши не галоши меня не интересует мне оберз все убиты мне терять ничего да и как всегда воняет каким-то дерьмом где вата матрас какой-то распотрошили свое время чё это еще может быть он сапоги электричество в которых выключают чё-то да ну ладно я туда не полезу я вот так посмотрю вот такой здесь беспредел как сами видите уж если действительно что-то и представляет опасность это вот такие здания но никак так здесь чё склад так понимаю тут тоже особо смотреть нечего ну да ладно идем дальше так стена треснула чё там еще одна да а здесь что у нас да здесь сидел какой-нибудь зам политишка и учил любить солдат родины 81 артефакты ну сейчас фотка вот они артефакты да уж ладно идем следующее здание теперь в какое да где мы только не были ту часть мы всю прошли вот считай развалина мы на развалине не были но на развалина я особо желанием не горю лезть хер его знает что там да ну это древняя советская дверь она еще тут пролежит как минимум сто лет и ничего не будет так выходим получается мы давай знаешь как туда опять на дорогу и пойдем потом елки посмотрим потому что я не хочу через все это дерьмо лезть походу лучше вон туда это еще хлеще чем обычно мы по лесам лезть вот взросло так взросло да уж шифер не слушать много я думаю с металлоискателем копали отсюда все вот эти ямы кто же да вот так в листья на супер а хрен его знает что там на самом деле то так ну чё аллею проверим а может вот там та зараженная часть вот это плац не напоминает квадрат да давай посмотрим ну чё асфальт есть нет мне кажется тут асфальта нет ну слушай а если это было и правда какой-нибудь плац почему он так зарос что тут деревья в общем я не утверждаю что это именно плацба это мои мысли вслух что у нас там там чё да да чё да нет это чё-нибудь тут было приделанное мне кажется вот вот это точно чего-то было с асфальтом прямо видно круто покрышка разбираешься от какого автомобиля может быть это и я могу сказать что от грузового да да нет без камерка да советская вон там еще какая-то постройка вон дерево в виде руны жизни поломанное да лан идем дальше вон смотри сколько асфальта справа может у них здесь это был как его где типа физкультура чего-нибудь хотя не а несмотря не квадратные просто мне кажется тут уже деревья заросли ну чё как думаешь маловероятно что это вход в бункер как-то он не катит на бункер да ну то они артефакты былого величия тут не одно колесо то валяется и не одна плита вон смотри сколько плит в деревьях провода он какие-то из подбиания арматура из-под березы торчит после пересроки да по-любому люди пишут что они не нашли вообще ничего следов в интернете об этой воинской части только название засекречены засекречены не засекречены а это как сказать то может быть может может и был вне ну так и есть вон стал бы откуда въезжали вон 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 ногами пинаешь на бомбу похоже хуя стоит фугас я тебе забыл самую главную историю рассказать тут какие-то ребята мне серега рассказал на это понятно что это не бомба Да я вижу, я так уж прикололся Ребята, в общем, какие-то сюда пришли В каких-то годах Они что-то нашли Начали это что-то долбить В итоге был взрыв И они покалечились Ну такая Грустная история Ладно, пойдем Бункер искать Тихо Они меня держали Да, да Ну что, туда не пойдем, да? Смысла нет Вышли мы с территории самой базы Сейчас мы идем Вон в тот лес Точнее, если это можно так назвать Там должны находиться те бункера Ради которых мы сюда и приехали Вот мы идем По этой дороге Которая на гугл карте Показывает Что она Прямо белая Здесь вот немного осталось Какой-то щебенки И не более Как вы видите сами Заросло все конкретно Проехать Уже на обычной машине Будет сложно Если у вас мило Или что-то Вы проедете Днемся К теории О том Что вас всегда кто-то видит Вот так вот, ребята Слушай, мне кажется Вот он Походу Не одна мы Съемочная группа А второй Надо искать Он чуть подальше Вон, ребята Тут бункер Да херово Он вообще светил Все как днем было Надо как-то узнать Как Паять этот Новый свет Идиот Блядь Пиздец Тут Я езжет Санек Ну ясен Хрен Надеюсь Тут Чупакабра Не живет Так, Санек Аккуратнее Ну вот Плитка пошла В общем как-то Вот так я буду идти И светить Ух ты А тут он И так Нет, тут не выход Тут все развалено Нахер Круто Да я хер его знаю Слушай, ну нахуй Тут заблудишься Блядь Потом хуй Выдешь Блядь ПО ПО Че такое ПО Санек Линолеум Хотя Не, не заблудишься Нихера Не, че ты говоришь Смотри Потолок Вообще Блин Охеренный Тут хер че Сломается Кабинет Так Блядь Сортиры Какие-то Вот тут Кто-то Новый год Без трещу Ага Вот этот Солдатик Да, прикинь Вот так Жили тут Всю жизнь И не знали Что тут Такое Есть Тихо Не Показалось Круто Конечно Круто Блядь Не провалиться Бо Похуёво Где Ну пойдем Посмотрим Тоже снимаете Что ли Здорово Здорово Да Смотрим Что И мы тоже Не, а мы смотрим Говорю Машин Стоит Я говорю Наверное Тоже Кто-то Лазит А вы тоже Нашли Да В интернете Да Мы тоже В интернете Говорю Прикинь Всю жизнь Живем Здесь Недалеко И это В интернете А А А А А А Здесь Есть На что Посмотреть Какие Раньше Были Здесь Да Висисляющие Букера Не Я вообще Узнал Про него Недавно Я Так Удивился Я узнал Где свинарники Карту Владимирской области Что где есть И вот там Смотрю Этот бункер Я думаю Вот здорово И мы вот поехали Но мы в основном По разрушенным Церквям Раньше Ездили Да Так-то Веретьево Не были Там церковь Но ее сейчас Уже Восстанавливать Начали То есть Она как бы Потеряла Так Здесь Осторожнее Здесь очень аккуратно Провалите Там Да Ну нафиг Да Какой-то А здесь был Оперативный центр Да Вот этих всех Тут же Насколько я знаю По истории Это Площадка РКД Радиотехнический батальон Ага И они Я так понимали Занимались Тереуказанием В случае Нападения Там И так далее Вот И они чисто здесь Вот как бы Занимались тем Что Наши небо щупали Ну как Второе кольцо Или третье кольцо Ну 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 Вот опять же Со слухом Ну да Может быть На самом деле Что-нибудь другое Здесь было Я был в этой местности Давным-давно Ходил Вот в деревню Которые вот здесь Ставят Чирику Которые Да И если мне память Не изменяет Мы когда по полям шли То есть вот Кому мы шли в гости Они рассказывают Что вроде как Вот там Говорит Вот стоит Часть военная Секретная Но я это смутно Помню Просто когда Мы сюда пошли Я говорю Вроде бы мне говорили Это я был Либо первый класс Либо последний Групп садика То есть сложно Сейчас вспомнить Через 40 лет Не Я здесь был Кстати Грибы тоже собирал Да Ну вот 2000 мг Тут стояли Антенны Вышки стояли Срезали А были Солдаты Тут еще Аэродром действовал Ну и так Издалека На край поля Вышел Там со стороны Аэродрома Посмотрел Ну смотрю Антенна Стоять все Действует Там локатору Небо Укрутился Ну думаю Ладно Я даже не подозревал Я все время Обычно смотрю Мы вот тоже с Сашей Все ездим На велосипедах Куда-нибудь И мы смотрели Что Карту Куда можно съездить И я заметил Что вот этот лес Вот этот вот Смотрю Там расчерчено Что-то на карте И я говорю Там что-то значит Стоит И вот сюда попали Я думал Может тут какая Нефтебаза Была Но это конечно Все неожиданно Кстати Тут оказывается Очень много Интересных мест Тут тоже говорят Ракетчики Вот в этой округе Где-то стояли Ракетчики Там поля И они Тут же колхозные поля Им выделили поле Это поле им Что-то не понравилось Но они там уже Обосновались Бункер Туда-сюда И потом они Согласовали Что вот это поле Они дают обратно Колхозу А занимают Новое поле И говорят Бункер Прямо закопали Где-то в поле Может быть Это не в районе Второго Нет Здесь вот где-то Здесь Просто мы С Сашкой ехали Как-то Какой 2017 По-моему был И суть какая Нам попался Мужчина Тоже в лесу Он говорит Здесь Где-то есть Катакомбы Мы такие Переглянулись В районе Второго Катакомбы Говорю Первый раз Слышу Может он вот этот Имел ввиду Может быть Но от второго Конечно Я не скажу Что близко Но район То этот По большому Может быть Если вот так Глобально Брать Ну да А так Да На холмах То не были Нет еще Тут когда вы идете Если пойдете Так Вы где у нас Вот там Да Если так пойдете Там такие Здорово-здорово Холмы Там что у них Офиг его знают Кстати непонятно Никто не может сказать Что за холмы Ну холмы здоровенные То есть А вот ходят слухи Что здесь якобы Радиацию захоронили Может вот они Нет Откуда здесь радиация Нет Мы тоже так рассудили Что так близко К деревням Не может быть Местная страшилка Да Ну что в лишний раз Может не помню Ну да Вполне возможно Потому что мы сейчас Тоже в бункер пошли В контакт Отправили фотографии Если что Ищите Да здесь Мало ли чего В случае мы коммунисты Да Ну да Не Ну на самом деле Просто мало ли Не ну понятно Что как бы Здесь все заброшено Кто знает Что здесь находится Может быть какие-нибудь капканы Может быть Да Я вот и уши шел Все светил Подряд А так Не ну очень интересно Авто А это вот Наверное Бункер общий Да Там еще В интернете написано Что какой-то был Типа офицерского Ну вы знаете Дело в том Смотрите Ага Вы пойдете Здесь Вот через поле Там вот Сама площадка Там были казармы Мы там Мы оттуда Мы только что Оттуда Там были казармы Но вот это был Оперативный пункт Управления Вот этого Ниже Ниже Который бункер Вот Одни говорят Что там Генератор Другие говорят Что там Тоже Какая-то была Ну система Ну я не знаю Дублирующая Дублирующая Не знаю Кто что говорит Одним словом Но тут бункер Мини интересный Более интересный Такому Но этот большой А в том Как раз Солярка И пахнет Бункер Раз Говорят Там Потому что В интернете Читал Написано Что там Запах солярки В одном Типа Слита Она куда-то Насколько Правда Вот Можно Как раз Генератор Эти генераторы Наверняка Раз Ну в принципе То да Может Есть Да Так что Вы значит Тоже Любите Да Я Любите По таким местам Походить Посмотреть Походить Может Какие-нибудь Артефакты Найти Типа На память Не Я обычно Ничего Стараюсь Не брать Ну его Нафиг Из таких Мест Из которых Я имею Думаю Лазим Где Ну вот По всяким Церквям Потому Не Да Там Энергетика Да Вот А я Кстати Тут тоже Был На Ракетной Военнобазе В другом Другой Но она Только Была Недавно Заброшена Ну Накрял Много Артефактов Всякие Такие Интересные Пакеты Бинт Такой И Ампула И Эта Ампула В случае Радиоактивного Заражения То есть Она Скрывается Обмачивается И Человек Обтирается Потом Нашел Такие Интересные Ампулы Которые Проверяет Химические Заражения Возуров Много Много Чтобы 20 И Все Разных Цветов Так что Мне больше Нравится Конечно У нас Просто Это В том Районе Где Мы Живем В Камешковском Районе То есть У нас Больше Ничего Такого Нет Как Это Нет У меня Где Там Живет Друг И Он Говорит Что Кстати Он Не Говорит Где Конкретно Но Он Говорит Что Стояли Тоже Батальон Связи Что Ли Там Такие Катакомбы Такие Бункера Там Ты Покажи А Там Видимо Цветмет Есть А То есть Он Из-за Этого А Терехова Это Где Она Примерно Находится А Тереховица Слушай Я Вот Видишь Опять В том же Месте Говорят Вот Мужик Про Эти Может Катакомбы И Говорил Именно Был Батальон Связи Тоже И Они Как Он Сказал Они Все Бросили И Передали Ростелекому Ростелекому Тоже Ничего Это Не Надо И Он Потихоньку Видимо Ползает И Грубо говоря Щипает Ну Понятно И Слушай Надо Репу Чесать Где Это Вот Именно Вот Готиха Была Военная Часть Нет Готиху Отметай Это Все Это Все Известно Всем Про Готиху Давай Реально На вещь Смотреть Про Готиху Это Всем Известно От Терховиц Конечно До Готихи Да Недалеко Ехать Но Судя по тому Как нам Мужик Сказал В районе Второго Может Что-то Вот Где-то В районе Этих Болот Но Тавить Второго Оно Жить Недалеко От Терховиц Ну Да Не Особо Особо Да Вот Где-то Там Кстати Он Тоже Как бы Я тут Всего Пытаюсь Чтоб Рассказал Не Рассказывай Там Еще Добра Много Ну Понятно Не Тогда У нас Вот Чисто Интерес Посмотреть То Есть Нет Мне Тоже Интерес Посмотреть Но Как Говорится Не Хочет Говорить Кординаты Ну В принципе Юрик Польский Далеко Я В Юрик Польск Хочу Съездить Там Тоже За Юрик Польским Где Там Сима И так Далее Там Тоже Было Второе Кольцо Обороны РВСН И Там В Неплохом Состоянии Говорят Шахты Ну Затопленные Говорят Но Это Бог С ним Саму Шахту Интересно Посмотреть И Бункера Тоже Самое А В Этого Не Ездили Ивановскую Область Где Советские Деньги В ракетных Шахтах Дело В том Что Советские Деньги Нашли Не В Ивановской Области А Именно Там Юрик Польском Не У нас Все Ездят Говорят В Ивановскую Область Где-то Нижегородский Товарищ У меня Ездил Он Тоже У него Канал На Ютубе То есть Они Доехали Это Вот Хотя Возможно Из-за Юрия В Польский То есть Владимирская Область Понятие Это Растежимое Да Я Сейчас Не Припомню Конечно Как Он Гранится С Ивановской Областью Но Он Ближе Конечно К Московской Области Может Быть У нас Раньше Мне Рассказывала Бабушка Это В районе Дюкова Бора Леса Это Вот Как Ехать Из Камешкова На Суздаль И Вряхово Поворачивать В лес Туда Вот Там Сейчас Питомник Олень Остров И За Ним Дюков Бор Деревня Была Там Тоже Говорят В том Лесу Стояли Ракеты Гребняков Арестовывали Прямо Дознавание Проводили Потом Отправляли Домой Кто Попадал Рассказывали Солдаты Из Ниоткуда Появлялись Вот Лес Лес Никого Не Был И Раз Они С Автоматами Давно Это Еще При Советской Власти Все Было Ну Да Здесь Одни Гвозди Что Тут Сказать Доброго Удачи Я ее Не Любил И я Все Время Говорил Посмотреть Бо В глаза Тому Человеку Кто Ее Написал Оказалось Это Друг Моей Тетки Она Его Знала С Его Детства И Представляете В один Прекрасный День Он Приезжает К ней В камешку На День Рождения Я его Вижу Ваше Желание Сбылось Мысль Она Материальная Да Я вот Тоже Старник Того Что Мысль Она Материальная Если Установить Цель Мыслительную То Она Лег Позна Вот Представляете Вот Такой Вот Случай Интересный Да Ладно Всего Доброго Пойду Я До Седания Так Где У меня Санек Так А здесь У нас Что Ребята Не Завалит Меня Тут Не Туда Я Точно Не Полезу Судя По всему Либо Туалет Либо Душ Но Это Не Точно Да Это Был Увлекательнейший Момент Вот Вам Лишний Раз Моя Теория Все Друг Друг Видят Ну И Как Мне Теперь Сань Карать Надо Было Все Таки Радиостанции Собрать Как-то Непривычно После Этого Всего Глаза Еще Не Привыкли К Свет Ну Ладно Ну 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 Что Братья И Сестр Идем В Бункер Номер Два Непр Блин Непрят